Друзья, всем привет! Сейчас поговорим с вами о том, как россияне, русские, русскоязычные используются в России за рубежом как агенты, и о том, как они пытаются прорваться в Европу, и потом многие из них занимаются диверсиями, саботажем. Сейчас расскажу, покажу вам это и как пример Филипп Киркоров. Да, немножко и про Бедросовича, заодно и про Бедроса тоже. В общем, будет интересно. С вас лайк, шер, комментарий, подписка, колокольчик. Нажимайте, чтобы ничего не пропустить. И расскажите мне, пожалуйста, сегодня я задаю вам такой вопрос, я хочу услышать в ваших комментариях ответ на него. Как вы считаете, можно ли разрешать россиянам выезжать в Европу и жить там? Интересно услышать ваше мнение. Ну и, друзья, не забудьте про сбор для двух крутых подразделений украинских на Мавике, которые мы с вами проводим. Присоединяйтесь. Итак, тут такие новости подоспели в Германии. Были задержаны два гражданина Германии, но российского происхождения, в общем, русских, которые оказались шпионами и планировали диверсии. Не больше, не меньше, друзья, диверсии планировали в Германии. Задержаны двое, причем планировали они их и на железнодорожных путях сообщения, и на военных заводах, даже на полигонах военных. В общем, такая серьезная история. Один из них, еще и оказывается, перед этим был ДНР, вот это там воевал где-то. Как он в Германию попал, как его Германия приняла, непонятно. В общем, история показательна. Перед этим Чехия сообщила, что они уже предотвратили порядка тысячи возможных атак или подготовки, или какой-то разведки со стороны российских спецслужб и их агентов. Представьте себе. В общем, они активно, Россия пытается подорвать инфраструктуру Европы. В первую очередь, конечно, которая помогает снабжать Украину. Но в это время, в то время, как одни россияне, которые уже прорвались в Европу, пытаются ее взорвать, некоторые другие россияне пытаются в нее прорваться. И вот Филипп Киркоров, тут такая интересная пришла новость, он в конечном итоге проиграл суд Латвии и Литве, которые запретили ему въезд в Евросоюз. Он там еще умудрился судиться, но был послан. Но так, чтобы вы понимали, о том, чем занимается Филипп Киркоров, думаю, многие из вас думают, что Филипп Киркоров, боже, кто это из прошлого. Но он еще жив, друзья, и очень даже активен. В общем, то он приходит в камуфляже на красную дорожку, типа поддерживая российскую СВО, посмотрите. Именно вы изменились. Я не могу сказать, а двух девчих копеете, вы увидите новый Киркоров, который вы не видели. Вы знаете, я сам себя такого не видел. Я понял, что во мне открылись такие возможности, такие чувства. Я увидел себя совсем другим. И вам открою. Хочу сказать, что в этом реалити нет я, есть мы. И на самом деле быть команда, это не значит быть вместе. Это значит действовать как команда. Ибо только вот, как сказать, сняв корону, можно в этом все улучшить. То его ловят на какой-то голой вечеринке, после которой он надевается весь в кожу и едет петь песни, значит, раненым бойцам СВО. Посмотрите. А то он вообще тянет, да, он же Филипп Бедросович, тянет старого бедроса, который ходить не может, но тянет его на участок проголосовать за Путина и устраивает из своего престарелого отца какое-то шоу. Ну, этот кринж, ну, нужно видеть, посмотрите на это. Отдать дань, даже вот то, что мы сегодня пришли, вот эти великие люди, которые здесь жили, Уланово, Раневское, да, Зыкино, они создавали эту страну. И сегодня мы ее создаем тем, что мы пришли голосовать сюда сегодня. Вот это, наверное, самое главное. Я так благодарен папе, что он отозвался, причем даже ни минуты не сомневался. Я говорю, папа, поешь голосовать? Конечно, пойду. Конечно, пойду. Я же Киркоров старший. Я же должен подать пример младшему. Я говорю, ну что ж, папа, пойдем, дорогой. Это, конечно, сегодня очень волнительный и ответственный день. Ну, конечно, молодцы, удачи вам. Мы очень, очень, очень стараемся. Спасибо, спасибо. Очень стараемся. Давай, давай, иди вперед, иди вперед. Ну, вот такие вот звезды российские, но при этом так любит Путина, в камуфляже ходит. Ну, почему-то хочет в Европу. Ну, загадочная душа российская. Хочется в Европу. Может, Бедросович хочет взрывать, пускать под откос поезда. И чувствует себя немножко ковпаком, знаете, и вот к этому и готовится. Ну, в общем, вот такая история. Пишите, что вы думаете. Я вот только сегодня случайно встретил на улице Страсбурга человека, который русскоязычного, и который мне рассказывал о том, как он работает охранником в магазине, и говорит, как приходят россияне, которые здесь живут уже десятилетия, говорит, и они за Путина. И начинают вдруг рассказывать о Путина, вот тут эти вокруг негодяи. Говорит, ну ничего, ну это какие-то безумные люди. И это действительно, к сожалению, для многих правда. Такая история, правда, Кирюша? Да.